Алексей Александрович Калугин. Цвет крови, блуждающий разум. Пролог. Охранник поднял воротник и прижался ухом к искусственному меху. Он хоть и искусственный, а все равно мягкий, приятный и даже вроде как теплый. Охранник прошелся вдоль ворот. Мороз минус 23. Снег под ногами тихонько поскрипывает. Здесь никто не посыпает дороги реагентом неизвестного состава, из-за которого снег превращается в слякотное месиво, скользкое, как раскатанная ледяная корка. Здесь все чисто и натурально. Три раза в день по дорожке, тянущейся через лесополосу, проезжает импортный снегоуборщик, похожий на чудного робота из «Звездных войн». От шоссе до ворот пансионата. Снег летит на обочину, а позади снегоуборщика остается чистый асфальт. Англичане свои холеные лужайки ежедневно подстригают. А нам приходится три раза в день снег убирать, чтобы дороги чистыми были. Ну что тут поделаешь, климат такой. Зато никакого реагента, разъедающего подошвы сапог. Охранник остановился на середине дороги, поправил ремень, закинутого за спину автомата, и повернулся в сторону охраняемого объекта. Вход на объект закрывали кованые двустворчатые ворота. На каждой створке причудливый вензель, похожий на строчную букву В, вписанную в вытянутый по вертикали овал, образованной линией, вытащенной из нижнего хвостика буквы. По верху – пики. С виду ворота кажутся легкими, выполняющими скорее декоративную функцию, нежели защищающими объект от несанкционированного проникновения. Однако высадить их можно разве что танком. Охранник видел, как эти ворота проверяли на прочность. Створки даже не качнулись, когда их на полной скорости протаранил Мерс. Зато вертикальные перекладины сантиметров на 30 врезались в капот машины. Чтобы оттащить ее, пришлось тягач подгонять. Так что единственный проход на территорию пансионата – через дежурку, что слева от ворот. С виду дежурка тоже похожа на декоративную пристройку, но на самом деле укреплена так, что способна выдержать многочасовую осаду. Охраннику в дежурке достаточно кнопку нажать, чтобы заблокировать дверь и опустить на окна стальные щиты с узкими прорезями бойниц. За воротами заметенный снегом парк с разбегающимися в стороны тропинками. Деревья стоят голые, теплолюбивые кусты укрыты специальной полимерной пленкой. Клумбы и цветочные гряды, засыпанные кое-где проглядывающие из-под снега цветной стружкой. По тропинкам сада курсируют трое охранников. Охранник у ворот видел только одного своего коллегу, но двое других тоже находились где-то неподалеку. Они прохаживаются по дорожкам парка даже ночью, при свете фонарей. После того, как из пансионата сбежали семеро альтеров, служба охраны объекта была реорганизована. На деле это означало, что полетело несколько сановных голов. Охранная компания, обеспечившая безопасность на объекте пансионат номер 45, была ликвидирована. А охранники, которым в ту ночь не повезло оказаться на посту, теперь несут службу где-то очень далеко. Так далеко, что даже название этого места мало кто знает. А кто знает, тот предпочитает не вспоминать. Ходят слухи, что даже директор фирмы, устанавливавший на объекте систему видеонаблюдения, не по миру пошел, а сел всерьез и надолго. У нас всегда так. Порядок начинают наводить только после того, как жареный петух свое дело сделает. Три человека возле главных и единственных ворот. Один на улице, двое в дежурке. Трое расхаживают по тропинкам парка. Трое у входа в здание, что на другом конце парка. Еще двое патрулируют периметр с внешней стороны. Все при оружии. Все в полной боевой готовности. Непонятно только, что они сейчас охраняют, если в пансионате ни единого альтера, а из всего персонала остался один врач. И тот непонятно, чем там занимается. Хотя, конечно, понимание от охранников никто не требует. У них другая задача. Охранник наклонил голову в другую сторону, чтобы спрятать в воротник правое ухо. Мороз, конечно, не такой уж сильный, чтобы уши отморозить. Но почему бы не погреть, если есть возможность?